приехал товарищ на тягуанчик и тягуанчик модный такой вот он сочи эдишен все дела тут у нем и мультируль и дисплей цветной и телевизор и все тут модная машина но это как бы все хорошо вот его тут взяли зацепили и позагинали ему тут все с мясом поразрывали вот из-за этого как говорится надо будет им чуть-чуть позаниматься для этого естественно надо снять бампер разобраться вот посмотрим как тут что снимается начала у нас есть отправные точки это раз если нас новая накладка вот здесь внизу она выщелкивается а здесь немножко заморочечка вот эта защелка 1 против шерсти а эти все выдвигаются вот сюда в одну сторону по направлению движения а это как раз наоборот и вот таким образом это все снимается вот он снятый бампер повреждение наша тут даже порвала чуть-чуть вот и выбила вот эти вот эти вот эти вот эти вот поломала им уши вот на ушах она не держится вот таких ушка вот с этим болтиком которые прикручиваются вот так надо 4 штучки вот а бампер у нас крепится вот вот здесь под номером опять же вот здесь и и вот внизу раз и два и естественно вот здесь вот щелкивается на вот этих вот красотах аккуратненько и вот там имеется ввиду вот это место я сниму секундочку габаритик выскочил да надо будет его тоже приделать вот он тут прикручивается но это посмотрим дальше вот так что бампер тут довольно таки легко и просто снимается без всяких издевательств над машиной и над людьми вот вот такой вот шурупчик сюда хозяин у нас купил эту попону надо поменять ну и вот эту красоту чем-то бампером заделанную тут чуть порвалась вот будем распрямлять все вот кстати мастера молодцы где-то делали мне понравилось вот все окрашено сила пыли то есть вот эти вот штуки снять это была проблема большая и сложность вот так у нас делает мастера на станциях сейчас будем снимать колесико и его менять эту обшивочку ровнять и все на месте посмотрели вроде все тут красиво да попону тут чуть разорвало но это все мелочи жизни даже вот здесь вот эти окрашенные то есть тут и арку красили молодцы короче пацаны да быстро собирали прям красили заглушками вот здесь вроде начало правиться здесь так сказать более-менее ничего а вот он сюрприз вот такой был удар красивый вот и тут дырусь к прям туда в салон вот красивая вот она опухоль чуть забьем ну конечно мы ничего делать такого тут не будем страшного типа варить и прочее шпаклевать тоже не будем здесь вот так заклеим вот замажем мастикой и на этом все потому что это как бы быстрый ремонт потом здесь станет защита и все это забудется так что замажем здесь мастичкой и будет машина кататься дальше поскольку это экспресс ремонт быстро и очень 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 быстро надо а в принципе а что тут делать теперь уже так вот приблизительно предварительно вот так это красота тут должна выглядеть сейчас будем примерять вот чтобы все везде подходило но вот это дело я не знаю сейчас подразобрать надо посмотреть если с арки можно подлезть желательно конечно это чуть отстучать сюда назад вот чтобы оно подходилось опять же здесь еще чуть подрихтовать как бы предварительно вот здесь она прилегает но не касается да мы ее не засунули вот вот и точно так же и здесь все лежит в принципе вот оно ровно точно так же и у нас и с этой стороны вот зазорчик есть оно не касается вот все будет касаться да ну просто напросто вот вот так так что мы на верном пути подсказал идею нет у нас этих новеньких зубастиков тут же был квадратик его провернули и он вот он держит теперь как сумасшедший его хрен оторвешь вот так мы обошлись без заказа и без долгого ожидания то же самое здесь зазорчики вот на зубки все такие как надо вот ну что сейчас мы вот здесь зачищаем к сожалению вовнутрь там долазить долго и скучно да и необходимости нету у нас будет новая защита сейчас здесь все обработаем здесь вот эту часть опять же туда скучно долазить тоже обработаем заклеим шумочкой такой вот на горяченькую и замастичим и все будет нормально почему потому что здесь влага чтобы нам никаких тут нюансов не было ненужных вот мы все это зачистим обработаем и поставим на место зачистили слегка вот таким скотчбрайтом здесь здесь еще чуть-чуть надо вот так вычистить все замажем вот такой тридевятки шовной мастикой собственно вот она и есть похожая такая везде мастика вот она вот она держит она хорошо но для начала вот таким хамелеоном грунтом грунтонем чуть подсохнет слегка вот а потом будем все остальное лепить под грунтовали естественно на улице не жарко здесь тоже вот сейчас возьмем фен и потихоньку подсушим вот вот так получилось и вот так сейчас будем вот эту мастичку сюда толстым толстым так это все выглядит после нашего экспресс-ремонта все швы заделаны гирку заткнули и сейчас заклеим вот таким вот пластирем вот такая вот конструкция из трех пальцев получилась вот я думаю что в принципе все нормально будет будет ездить дальше так ну что осталось вот эту красоту поставить вот здесь бампер от удара от вот этого к сожалению идеально его не поставишь ничего страшного вот попона новая вот она сидит все красиво вот пришлось русско-турецкую дружбу сделать здесь крепления не было пришлось вот таким саморезом его это слегка вот тут по-хорошему конечно бампер надо подправлять вот ну зазор вот вот здесь у нас поменьше даже чем вот здесь на заводе здесь он сходится здесь расходится хотя здесь ну скорее всего от удара то же самое пострадало теперь вот эту красоту вот надо подобрать чуть-чуть пластик вот здесь лак потрескался как бы уже ничего не сделаешь а для этого надо обклеить потому что вот это вот вот так вот пластиком на пластике потом это все видно будет вся полироль поэтому мы заклеиваем берем вот все красиво все стоит вот от удара конечно идеальный зазор тут не сделать как хотелось бы да и видно вот она прям как промятину вот вот эту сейчас красоту надо выступ срезать и полирнуть к сожалению лак вот потрескался тут уже только перекрас но пока покататься особенно когда надо быстро сделать и это пойдет меньше в глаза будет бросаться вот что получилось красочка ушла задирчики остались это осталось я вот эту вот красоту пытался чуть нагреть феном подправить но ее так протянуло неудачно вот что все равно тут как бы надо уже по серьезному этим делом заниматься ну и с последующей покраской почему потому что если тут сейчас это дело начать унянчивать вполне возможно да не вполне а вот по этим трещинам как мы видим краска отскочит но это в планы хозяина я так понимаю не входит ну вот и все все и в в лечке и в в и в в лечке Продолжение следует...